И люди месят грязь. А это будет постоянный шум и дискомфорт. Я даже не знаю, как вы отсюда будете заезжать и выезжать, для того, чтобы люди не вытаптывали зеленые насаждения. Можно помыть руки, лапки животному, взять уголь и наличника дверей. Все в колючей проволоке. Вот она, голая арматура. То, что вообще запрещено. Теплопотери в основном через линию электропередач. Сразу обращаю ваше внимание, что вот прямо через дверь проходит водичка. Висит, отдыхает, наверное, согласно проекту. Уже все заставлено машинами. Предостаточно. Но вот мне некомфортно. С ручкой здесь что-то здесь не то. То есть это комфортно и взрослым, и детям. Хорошо подобранное сочетание красок. И с обратной стороны лес, блин, смотрится круто. Слышите, да? Это новость данный дом. Вижу, что везде хватило затирки. Здесь все открыто, потому что нет никаких указателей. Камень попадает на газон. Это вбили кусок арматуры в асфальт. И слышу, как от стен комплекса отражается мой голос. Вот антенны выведены прямо вот сюда. Не приживется. Об этом, конечно, застройщик вам не расскажет. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилой комплекс Любоград расположен в Стрельне, в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга, на территории в 43 гектара, на пересечении Санкт-Петербургского шоссе и проспекта Буденова. Всегда внимательно смотрите, где расположен ваш дом. Здесь мы с вами расположены в Стрельне, а уже через дорогу Красносельский район Санкт-Петербурга. Жители каждого района приписываются к школам, садам, поликлиникам, больницам, военкоматам, полицейским участкам. И, соответственно, к примеру, если вы сюда вызовете наряд полиции, то он поедет из Стрельна, а не из Санкт-Петербурга. Аналогичная ситуация с соцсовщреждениями. Не важно, что через дорогу, где есть детский сад и школа, вы находитесь в Стрельне, и пойдете вы в Стрельну, в детский сад и школу. Внимательно относитесь к выбору недвижимости. Ближайшая станция метро к жилому комплексу, проспект Ветеранов, до которой 7 километров. До железнодорожной платформы Сергиева 2 километра. На электричке до Балтийского вокзала вы доедете за 30 минут и потратив всего 45 рублей. Балтийский вокзал находится в центре Санкт-Петербурга. Это, конечно, очень комфортно и удобно. Быстрее точно, чем на машине в часы пик. Жилой комплекс Любоград – это 6 очередей строительства. На сегодня возводят и продают 3 очереди строительства. Жар-птица, Витязь и Царевна-легушка. Все здания возводят в 4 этажа. И это, друзья, не заслуга застройщика, а это высотный регламент. Ведь в небе над комплексом пролетают самолеты. Основной вид разрешенного использования земельного участка для строительства – это малоэтажная многоквартирная жилая застройка. Код 2.1.1. Перед выдачей разрешения на строительство застройщики делают большое количество разных запросов. У военных, у авиации, у администрации и тому подобных госструктур. В данном приложении мы отчетливо с вами видим, что запроектированы сады, школы, ну и, конечно же, дома-колодцы. Дома-колодцы, конечно, возводить и проектировать очень выгодно, потому что застройщик продаст больше квартир. К примеру, когда у вас окна выходят во двор-колодец, и там играют дети, они, естественно, шумят. К примеру, мячиком бьют об сетку. Это будет достаточно некомфортно, и на это обычно сетуют жильцы. Даже ЛСР не позволяет себе так проектировать и возводить здания. Обратите внимание на жилой комплекс, один из самых недорогих – это цветной город. Здесь комфортно расположены дома, нет никакой колодечной застройки. Можно было бы расставить дома, как сделал ЛСР, но тогда в продаже было бы квартир меньше. Как только вы начнете проживать в дворах-колодцах, вы поймете, о чем я говорю. Также меня понимают жители, которые уже живут в таких домах-колодцах, либо П-образной формы. Конечно, жить так не очень-то комфортно. Очень шумно. Мы живем на нижних этажах. Это такое беспокойство. С утра до вечера мы слышим вот этот грохот. Согласно нашим нормативам, в домах высотой до пяти этажей можно не строить лифты. И КВС не смог этим не воспользоваться. Есть литеры, в которых нет лифтов. Конечно, можно рассказывать, что в этих корпусах будут жить студенты, а как же их бабушки и дедушки, или инвалиды, жители с детьми. Об этом, конечно, застройщик вам не расскажет. Так что будьте внимательны при выборе квартиры. Застройщик обещает два детских сада, школу и поликлинику. Но проектных документаций на эти объекты я не нашел. Только на картинках. Ну, посмотрим по месту. Если вам сегодня нужны детские сады и школы, то внимательно изучайте информацию. Смотрите, есть ли они рядом с выбранным вами объектом. А если его обещает застройщик, то не верьте на слово, а требуйте документы. Все здания возводятся по монолитной технологии. Заполнение фасадных частей здания газоблоком в 20 сантиметров толщиной. С утеплителем из минерала ватных плит толщиной в 100 миллиметров. Дома должны быть теплыми. Есть, конечно, нюанс с квартирами. У кого-то стены к соседям из бетона, а у кого-то из камня СКЦ. При этом, сами понимаете, звукоизоляция будет разной. Стандартное межэтажное перекрытие, как правило, в 20 сантиметров толщину. Бывает и 18. Но в Любограде застройщик пошел дальше и сделал перекрытие в 16 сантиметров толщиной. Зато звукоизоляция в 1 сантиметр толщиной. Соответственно, ваш пол состоит из пирога. Монолитного перекрытия в 16 сантиметров толщиной, 1 сантиметр звукоизоляции и 4-5 сантиметров фиброцементной стяжки. За целый сантиметр звукоизоляции застройщику можно сказать спасибо, потому что даже в бизнес-классе экономят и укладывают под стяжку звукоизоляцию толщиной 5 миллиметров. Ближайший детский садик к комплексу за номером 2. До него около 2 километров и идти пешком через Санкт-Петербургское шоссе. Согласно официальных данных от детского садика, вакантных мест нет. Школа номер 413 Петродворцового района расположена в 4,5 километрах от комплекса. Согласно официальных данных, вакантных мест нет. Зато лента Леруа Мерлен и мебельный салон в шаговой доступности. И там есть парковочные места. Можно парковаться бесплатно. Квартиры в первых трех очередях представлены от студий до четырехкомнатных квартир. Будет 2225 квартир. Многоуровневые паркинги пока не строят, поэтому, конечно, парковаться будете на парковке в Ленте. Главное, чтобы мест хватило на все три очереди. Так как рядом огромный массив жилого комплекса «Солнечный город» со своими нюансами. Согласно данных квартирографии, студий и однокомнатные квартиры займут 66% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 25%. Трехкомнатные квартиры 8,5%. И четырехкомнатных квартир будет 9 штук. Квартиры застройщик сдает в чистовой отделке. На момент съемки этого видео однокомнатные квартиры от застройщика с чистовой отделкой стоят от 6 миллионов 400 тысяч рублей в строящемся корпусе. В основной своей массе однокомнатные квартиры в этом жилом комплексе стоят от 7 миллионов 200 тысяч рублей до 8 миллионов в зависимости от этажа и площади. Первые этажи самые недорогие. И на вторичном рынке их продать достаточно тяжело. В сданном доме однокомнатная квартира от застройщика обойдется от 8 миллионов рублей. И это, друзья, понятно, застройщики лупят цены, потому что есть заградительные ставки на вторичное жилье. Естественно, они пользуются таким преимуществом. Главное помните, что на вторичном рынке квартиры дешевле, чем на первичном. Нужно торговаться с продавцом, потому что продать такие квартиры достаточно тяжело. Квартиры на вторичном рынке дешевле из-за ипотечных ставок. Так, к примеру, в Любограде можно приобрести по семейной программе квартиру со ставкой 0,01% годовых. А на вторичном рынке в районе 17%. Почувствуйте разницу. Первую очередь жилого комплекса «Любоград» застройщик сдал 30 августа 2023 года. Идемте смотреть. Вот где Солнечный город, там проходит проспект Буденного, проспект Ветеранов вот там. И вот здесь Санкт-Петербургское шоссе. Вот она видна, друзья. Лента, за ней Леруа и мебельный здоровенный магазин. Сделано все как надо, потому что нужна всем и мебель, и, соответственно, делать отделку. Здесь уже подготовлена площадка под большую платную парковку. Есть, конечно, места и перед домом. И вот мы с вами можем сейчас посмотреть, как выглядят фасады. А если не смотреть на первый этаж, то для меня фасады, в принципе, смотрятся неплохо. Ничего такого в них, знаете, сверхъестественного нет. Обычные такие простые, все вроде неплохо. Но вот первый этаж, почему так сделали? Ничего не подписано, непонятно, какая входная группа. Почему, знаете, вот низ, вот эта отделка, три камушка, это обычный декоративный искусственный камень. Нужно было что-то такое более сделать интересное. Может быть, знаете, темно-коричневого цвета, чтобы это как-то смотрелось покрасивее. Из коммерции пока что видно, это открыт пункт выдачи. Озона. Это, наверное, здесь первое, что появилось. И вот, смотрим. Само озеленение, здесь высажена трава, есть асфальт, есть вот такие небольшие елочки. Вот сравните, или, может быть, кто-то помнит, как преподносил застройщик озеленение, и что на самом деле они сдали. Мы с вами видим, что класс энергоэффективности А, и адрес этого здания, проспект Будена, 26, корпус 2, строение 1. Почему я так начал категорически говорить про первый этаж? Вот он, вход в обычный стандартный подъезд застройщика. Как понять, что это вход? Тут только вот по домофону все, никаких нет указателей. Почему из ЭТП вот антенны выведены прямо вот сюда? Что это? Почему нельзя было убрать их в другое место? Для чего они здесь? Во-первых, я не удивлюсь, что их когда-нибудь переломают. Во-вторых, мы даже видим, как они это все сделали. Почему так не зачеканены ничем отверстия? Почему здесь уже с фасадом это похоже? Ну, это не от ручки, это кто-то, что-то они сюда хотели, наверное, смонтировать. Система допуска хотя бы нормальная. Элти смотрится красиво, но по мне достаточно высоко стоит. Ну, возможно, это какой-то есть норматив. Тут закрыто. Пойдем во двор. Сразу обращаю ваше внимание, что отмостка, так же, как и в солнечном городе, выполнена из асфальта. Молодцы, хоть под лоджии не посадили траву, потому что она в любом случае там не приживется. Елочки, красивенько. Вот, кстати, если по цвету, мне нравится вот белый цвет. Ну, вот этот еще более-менее, и вот этот такой непонятно какой. Вот розовый как-то по мне не очень. Женский корпус. Вот, смотрите, здесь у нас обычно стандартный приямок. Соответственно, он должен быть закрыт от дождя. Вот здесь есть такая металлическая конструкция, но сверху ничего нет. Мне вот очень интересно, как это все сдали. Смотрим, спускаемся вниз. Здесь лестничный марш такой нормальный, не как у большинства застройщиков. И вот сюда смотрим, здесь какое-то количество грязи, коробка. Есть вот такое углубление, и там даже видно, что такое ощущение, что труба куда-то должна уходить в канализацию. Но обратите внимание, что огромное количество мусора, поэтому влага никуда не уходит. Пахнет новая краска, и они здесь, видите, даже здесь, обратите внимание, смогли покрасить, но почему-то не смогли сделать сверху, застелить чем-то, чем, соответственно, у них здесь это должно было быть по проекту. По мне, конечно, странно. И это главное, что сдали, и значит, вот так у нас в проекте, вот смотрите, просто рука проходит, нет ни стекла, ни там металла, ничего. Это двор между двумя секциями. Расстояние, конечно, здесь небольшое, тут забито все машинами, но спасибо хотя бы за большие елочки, что не может, чем не могут похвастаться большинство застройщиков, когда делают такое озеленение. Двор, сюда можно заехать на машине, если у вас есть ключ от этих ворот, либо, соответственно, пройти. Для того, чтобы пройти, нам даже не нужен никакой допуск, потому что и так все открыто. Вот он, друзья, дом, колодец с таким орнаментом. Да, смотрится, вот первый этаж именно смотрится очень-очень-очень, по мне, пусто. Чего-то здесь не хватает. Возможно, больших указателей, где какой находится расположен подъезд, может быть, еще что-то. Ну, вот, либо какую-то отделку надо было делать первого этажа более красиво, но как-то не очень гармонично. Со второго по четвертый все хорошо. Вот это, друзья, обычный двор. Расстояние тут 25-30 метров максимум. И вот я даже сейчас разговариваю и слышу, как от стен комплекса отражается мой голос. Естественно, когда будут здесь играть дети, кто-то будет кричать, ругаться или еще что-то, вы это все будете слышать. Итак, детская площадка у нас есть, блин, забыл, как называется, напишите в комментариях, качелька. Это для маленьких деток, есть скамейка, есть урна для взрослых, резиновое покрытие. На первый взгляд здесь все нормально с ним сделано, нигде ничего не отваливается. Тут такая маленькая спортивная площадка и еще для более таких малышей сделана детская площадка. Ну, в принципе, все. Ну, здесь, наверное, это двор всего достаточно есть. У каждого входа в подъезд, соответственно, парковка подвела транспорт, скамейки, урны. То есть, знаете, вот здесь все сделано так неплохо. Вот, к примеру, выход на лестничный марш, вход. Вот, тут висит какой-то провод, непонятно, чего вот он, что здесь такое случилось, почему это не доделано, а дом при этом сдали. Ну, вот, как-то вопросы у меня возникают. Вот это ограничитель. Это вбили кусок арматуры в асфальт и поставили какую-то трубу. Вот так это работает. Здесь у нас что-то, а, здесь должен быть светильник, вернее, он здесь есть, и от него идет провод. Вот, смотрите сами, да, вот так должно быть. Я считаю, что должно было быть все под, за фасадом, под за штукатуркой. Озеленение внутри, на мой взгляд, не соответствует заявленным застройщикам, то, что он нарисовал. Потому что, друзья, напомню, мы с вами квартиры покупаем по веселым картинкам застройщиков. А потом они это сдают, и мы видим то, что видим. Большая одна елочка, немножечко куцых и деревьев, хотя бы они повыше, чем у других застройщиков. Ну, и, в принципе, хотя бы есть трава, причем, так, знаете, хорошая, достаточно приличная трава. Так, это у нас коммерция. А, вот он. Видите, даже вот сразу не определить, где здесь и что. Вот первые этажи, получается, коммерция. Нам нужен... А, вход. Вот он, вот он в подъезд. Вот только по домофонам... Нет, подождите, нет. Нет, это у нас лестничный марш. Вот он. Не дошел до него следующий. Нет, я здесь уже был. Вот, слушайте, как здесь найти реально, где вход? Наверное, вот этот пойдемте с него смотреть. Здесь так беленьким камушком подсыпали. Ну, вот тоже, знаете, вот они подсыпали. А вот здесь должен быть по-нормальному газонный ограничитель. Такая пластиковая штука, которая не дает земле, грязи вот сюда попадать. Соответственно, через какое-то время, вот видите, вот здесь уже начало все это перемешиваться. Камень попадает на газон, земля с газонной грязью попадает на камень. И вот вся эта затея превратится в такую, знаете, кашу. Так, вот у нас входная группа. Как понять, что это входная группа? Вот реально никак. То есть даже я здесь запутался. Потому что нет никаких указателей. И вот здесь смотрим. Вот он тоже фонарь. И там, получается, кабели они под фасадом пустили. А в том подъезде, видно, забыли. Здесь у нас что-то... А, здесь должен быть светильник. Вернее, он здесь есть. И от него идет провод. Вот смотрите сами, да, вот так должно быть. Включили освещение. Обратите внимание, как ярко они светят. Современное светодиодное освещение. С забором у КВС. Также они все так радужно, как у почему-то большинства застройщиков. Такое ощущение, что собрались со всех строек или приобрели бэушный и поставили здесь. А вот в этом литере, в отличие от других, есть вот такая небольшая табличка, где написано «парадная». Друзья, она для меня парадная. Это в царских домах с каминами, с печками, широченными маршами, лепниной. А это подъезд. И здесь все открыто. Заходим. У нас здесь, соответственно, тамбур. Здесь есть ниша, где должен быть коврик. Коврика нет. И как-то, знаете, достаточно все грязненько. И обращаю ваше внимание, что вот здесь расстояние совсем небольшое. Сейчас вот так отойду, чтобы было понятно. Вот одна дверь, вот вторая. Почему я это, друзья, вам показываю? Потому что, когда вы выходите с коляской, это очень неудобно. Почему нельзя было тамбур сделать больше? Вот, кстати, пик делает тамбуры очень комфортными, что удобно проходить, когда проезжают люди с ограниченными возможностями, либо родители со своими маленькими детьми. Здесь большая плитка, так уложено нормально. На потолке ламельки под дерево, светодиодное освещение. И вот здесь нас сразу встречает, смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь ступеней. То есть, представьте, даже пусть будет не коляска, чтобы вы там не говорили, что я докапаюсь, что коляску надо затаскивать, и потом ребенка или вместе. А как мама, которая весит 50-60 килограмм, сможет это сделать? Да тяжело. Вообще любой женщине будет тяжело. Здесь, например, вы привезли бытовую технику, или тащите пакеты с ленты. Ну уж надо подниматься. Почему здесь нет лифта? Почему не сделать все в уровне земли? Мне, честно говоря, непонятно. Заходим. Это у нас сразу видно жар птица. Здесь высокие зеркала. Ну вот сверху не смогли отмыть. Ну, надеюсь, их управляющая компания отмоет. Красиво сделана плитка на лестничном марше. Вот с такими бороздками смотрится прикольно. И под дерево. Здесь мы с вами видим вот такой сосновый лес. Здесь просто деревьев нет. Но хотя бы вот есть картинка. Есть такой, знаете... Ну вот смотрится приятно очень. Также обращу внимание, что я пока здесь смотрю, я вижу, что везде хватило затирки. Что вот есть такой алюминиевый уголок. Надо было, конечно, отмыть. Но хотя бы он есть. Смотрится прилично. И даже вот здесь они... Если вот это все отмыть, подводку к радиатору отопления, то смотрелось бы неплохо. Ну, немножко ржавчины есть, но это уже такие, знаете, мелочи. Нумерации квартир сверху. По мне шрифт и цвет таблички выбран не очень. Здорово. Я бы их сделал бы меньше. И прямо, наверное, на дверь бы над глазком бы и повесил. Штукатурка. Значит, есть, во-первых, смотрите, такие декоративные элементы. Чтобы вы понимали, где это обычный, просто пластик. В 4 мм толщиной, да? Или в 3 даже. В 3 мм. Приклеенный сюда. Здесь штукатурка обычная. Это просто, знаете, ее нанесли. Она такая шершавая. И сразу вот весь вид, по мне, немножечко теряется. То есть, да, из-за подобранных цветов смотрится красиво. Но структура штукатурки дает нам понять, что это дом эконом-класса. Тут у нас какой-то есть лючок. Тут все открыто. Можно заглянуть внутрь и посмотреть, что же там нужно обслуживать. Здесь должна быть за этой дверью счетчики на тепло. Слава богу, тут все закрыто. В отличие от других застройщиков. Давайте посмотрим лифтовой холл. Он вот за этой дверью. Каждая дверь – это, соответственно, препятствие. Здесь мы видим, что уже дверь до конца не закрывается. Слышите, да? Это новость данной дом. То есть, она здесь за что-то цепляет. И нужно уже жильцам писать заявки по гарантии для того, чтобы это все исправили. Здесь мы видим, что управляющая компания, соответственно, КВС – привилегия. Полезные ссылки для жителей Любоград. Как зарегистрироваться в мобильном приложении КВС для жизни. Инструкция по установке ПТАК. Карточка дома. КВС-сервис. Группа жилого комплекса. Видите, сразу делают группу для того, чтобы это жители не делали. Чтобы писать именно ту информацию, которая им, соответственно, удобна. Здесь небольшое количество почтовых ящиков. Они стилизованы в общий стиль этого дома. Сверху циферка вот один. Больше, на самом деле, на палочку поменяют. Вот к ней тоже у меня вопрос. Надо было как-то брать другой цвет, другой шрифт. Тут управляющая компания КВС-привилегия вешала. Штукатурочка отвалилась. Не смогли поправить. Ай, так нормально пойдет. Вот плитка смотрится красиво. И мне очень нравятся цвета. Даже вот это, кстати, ничего так смотрится. Хотя, если бы это был серебристый цвет, было бы, конечно, лучше. Лифты. Штайнберг. Тут ничего себе. Фаер. Все по импортному написано. Какие-то куски штукатурки уже валяются. Непонятно откуда. На первом этаже ограждающая конструкция смотрится красиво. Держится крепко. Обратите внимание, не каждый застройщик это может сделать. Лестничный марш обычного завода. Его, конечно, не мешало бы шлифануть, для того, чтобы не было этой грязи. Потому что тряпочкой вы навряд ли это все уберете. Давайте посмотрим в следующий выход. Вот смотрите. Вот мы зашли с улицы, получается. Вот поднялись по ступенькам. И у нас здесь есть лифт. Первый этаж. Соответственно, все жильцы на первом этаже будут ходить пешком. Потому что лифт сюда не поднимается. И таскать пакет из продуктовых магазинов своей доставки вот сюда пешком. Это тоже, друзья, не очень-то комфортно. Когда тащишь тяжесть. Или поехал на дачу. Тащишь рассаду на дачу. А с дачи помидорчики, огурчики. И тоже это будет напрягать. Здесь у нас также ступени вниз. Что-то здесь с углом у них немножечко не так. Давайте спустимся, посмотрим. Это, я так полагаю, выход во двор. Ну вот, да. Выход во двор. Друзья, а здесь есть лифт. Давайте сейчас проверим, можно ли... И вот здесь почему-то тоже первый горит этаж. Сейчас проверим, можно ли вообще будет подняться. То есть у них получается двухсторонний лифт. Сейчас все проверим. А вот он как раз и лестничный марш первого этажа начинается. Здесь большое количество площади. Не уделюсь, значит, оставлять вот здесь именно свои коляски жильцы. И вот помещение смотрится так. Нормально смотрится. Нажимаем кнопочку. И ждем лифта. Лифт приехал быстро. Да, видите, он двухсторонний. Так, давайте разбираться. У нас есть ноль. Так, ноль это мы. А почему там горит цифра один, непонятно. А, и вот здесь ноль. Поехали на первый этаж. Давайте проверим. И непонятно только, что такое аж. Понятно. Первый этаж, второй, третий, четвертый. Сейчас проверим. Здорово. То есть нужно заезжать со двора, а во двор заехать проблематично. Да, вот он у нас первый этаж. И здесь первый, и там первый. Ну, застройщикам вам бы не мешало разобраться с этим. Жмем H. Что это такое? Или это N? Понятно, никуда не едет. Такого этажа здесь нет. Едем на последний, на четвертый этаж. Лифты, напомню, Штайнберг. Здесь есть указатель, куда он едет. Вот такие два небольших зеркала. И с обратной стороны лес, блин, смотрится круто. Так как здесь квартира с чистовой отделкой, поэтому, соответственно, лифты ничем не закрыты. Жители обычно будут затаскивать какую-то мебель, технику. И, надеюсь, конечно, их не повредят. Потому что лифты смотрятся красиво. Четвертый этаж. Выходим. Здесь мы уже видим мусор, какие-то ошметки от проводов. Соответственно, кто-то что-то здесь сделал. Не понимает, для чего вот эту штуку надо было сюда ставить. Почему это нельзя было каким-то образом спрятать. Также мы здесь видим с вами лестницу наверх. Видим, что красочка, так лазали, постоянно уже ободралась. Тут какая-то деталь лежит. Ну вот, не знаю. Видите, вот они вот штукатурили и вместе с железом все заштукатурили. Поднимаем голову наверх. Тут у нас обычный люк. И уже сверху это все смотрится, как, знаете, в подвал попало. Лестничный марш. Здесь ограждение очень крепко держится. Можно посмотреть, что у нас находится снизу. Ниже. И видите, здесь такая же ограждающая конструкция. То здесь застройщик не сэкономил. Как это часто бывает. Особенно в бизнес-класс заходишь. У них до второго этажа есть плитка и какие-то красивые поручни. А дальше обычные. Как я это называю, с покрытием из линолеума. А я уже в своем видео показывал, что до второго этажа лестничные марши. Отделка идет плиткой. Но обратите внимание, как тоже здесь сделано. Все достаточно аккуратно. Молодцы. Красивенько так. По проекту. Офигеть, оттуда дует. Прикиньте. Там просто дырка. И оттуда дует. А, класс. У лифтов, соответственно, вот он весь механизм. Весь компьютер, который обеспечивает работу у этого лифта. Коробка смоется нормально. Ну, пока не побита. Пленка вся снята. Молодцы. Здесь аналогично ничего не отмыто. Надо было, конечно, его шлифовать. Вот тогда бы смотрелось бы, конечно, покрасивее. Не очень-то аккуратно сделано. А четвертый этаж. Здесь, друзья, все аналогично, как и на первом этаже. И вот точно такой же лючок для обслуживания. Смотрится неплохо. И вот смотрите, самое интересное, что вот мне, например, вот в этом именно в Жортице нравится. Это хорошо подобранное сочетание красок. На мой вкус. Вкус у нас у всех разный. Ламельки у нас по дереву. Потолок у нас ничем не покрашен. Просто там голый бетон. Светодиодный теплый свет. Здесь вот такой кофе с молоком. Здесь такой более какой-то коричневый, что наращусь с молоком. Цвет такой очень приятный. И двери, которые очень хорошо подходят ко всей этой, соответственно, палитре. Двери обычные, не из дорогих. Глазок, одна ручка китайская, которая во многих жилых комплексах. Ну и, соответственно, один замок. Из плюсов мне нравится, что звонок внизу, как выключатель. То есть это комфортно и взрослым, и детям. И единственная у меня претензия, вопрос. Вот к нумерации 229, 228. Шрифт надо было делать другой, я считаю. И ставить технику. Если даже наверх ставить, то как-то, может быть, посередине ставить. И шрифт немножко изменить. И было бы все по красоте. Здесь почему-то, да, тоже доводчик не дожимает дверь. Идем вниз пешком. Здесь особо смотреть нечего. Пройдем, посмотрим еще дворы. О, прямо отсюда сверху сейчас все будет видно. Ну-ка, открою. Ох ты, а здесь открывается окошечко. Да ничего себе. Ну и здесь можно посмотреть. Вот видите, это гипсокартон. Такое ощущение, что вот здесь, видите, дырка уже все ушла. Или кто-то наступал. Это, ну, углы, конечно, смотрится так себе. Что-то то ли грязь, то ли плесень. Фасад. Смотрится неплохо. Ну, дворы пустые. Конечно, если бы по периметру были бы деревья, смотрелось бы все намного бы интереснее. Как считаете, кстати, вы? На каждом междуэтажном переходе есть радиаторы, которые ставятся по нормативу сверху. Потому что если, не дай бог, возгорание, чтобы вы там не зацепились, не ударились об них. И вот есть у нас обычные трубы системы отопления. И обратите внимание, трубы хотя бы смогли окрасить равномерно. Смотрится это намного лучше, чем у большинства застройщиков. И даже видно, что они, стаканы, через которые проходят трубы, зачеканили по аклей. Ну, до самого верха черненьким не прокрасили, но это, естественно, уже мелочи. Перед выходом во двор хочу показать вам, как сделать застройщик отделку откосов. Это плитка, здесь уголок смотрится вот реально красиво. И здесь нормальное алюминиевое остекление. Ну, смотрите, с ручкой здесь что-то здесь не то. Так не должно быть. Не хватает коврика. Наверное, этого не было в проекте. Жмем кнопочку. Выходим. Урна, скамейка. Какие-то тут зачахлые то ли это деревца, то ли кусты. Ну, что-то как-то так. И вот здесь тоже самое. Ограничителей никакого нет. Они просто на землю высыпали белый камушек, который уже местами, видите, то ли от воды стал такой темный, то ли позеленел. Ну, и, соответственно, сам двор. Двор здесь по расстоянию между домами аналогичный. То есть, знаете, с одной стороны, да, вроде расстояние такое небольшое. С другой стороны, ну, вот мне некомфортно. Я бы хотел, чтобы расстояние все-таки было больше, а лучше даже не расстояние. Вот этого бы расстояния, друзья, между домами мне бы хватило, если бы дома расставлены совсем по-другому, чем есть на данный момент. На первых этажах вот такие огромные балконы. Прикольно, наверное, особенно, когда у тебя соседи сверху курят и будут бычки вниз кидать. Такое специфическое, по мне, решение. Так что, ну, пойдемте дальше, прогуляемся, посмотрим, что можно еще здесь взглянуть. Конечно, вот отсюда, когда идешь, смотришь, и вот это панно в виде, панно, на котором расположены сфотографированные или нарисованные сосны, смотрится, конечно, достаточно красиво. А на фасадах мы видим кивы, вот эти отверстия, через которые должен заходить свежий воздух в квартиры. Окна у нас, если стандартная ширина, то высота чуть выше, чем обычная, то есть света, я полагаю, должно быть в квартирах предостаточно. И вот есть у нас вот такие, скажем, назовем это арка для того, чтобы выйти на улицу. А периодически меня спрашивают, для чего вот эти забрала на лоджиях, либо балконах. Это для того, чтобы был доступ воздуха. Соответственно, вот там вы, когда открываете окна, для того, чтобы воздух заходил свеже в квартиру, то здесь есть такое забрало. Либо, например, когда вы будете устанавливать кондиционер. Также у нас здесь мы видим французские балкончики, вот они. То есть окорчик открыл, и смотришь на соседний двор, и за своим автомобилем если кто-то боится. Парковочные места, конечно, есть. Мест, понятно, на всех не хватит. Видно, что заселение очень-очень слабое. Тут, дай бог, наверное, 10%. Но обратите внимание, что уже все заставлено машинами. Так, здесь двор открыт. Давайте пройдем, посмотрим. Да, странно, что дома сдали, управляющие компании Квесты же передали. А до сих пор все у нас вот так открыто. Как говорится, заходи, кто хочет. Ну, а здесь обращаю внимание, что входная группа дала слабину. Вот уже ржавчина. Что-то они здесь переваривали, переделывали. И так красить, а красить почему-то не смогли. Тоже кабель висит. То ли освещение, то ли камера должна была быть. Но почему-то этого нет. Ну, аналогичный двор. И здесь почему-то тоже площадки в основном все для малышей. С вами видим еще один вход в приямок. Здесь видны куски от, наверное, крыши или запасные детали. И вот здесь видим, что такое оргстекло должно было быть сверху, как и в начале видео, что я вам показывал. Здесь, видите, оно есть, до конца не смонтировано. А там, соответственно, нет. Очень-очень странно. Ну, и здесь видны следы влаги, что она здесь стоит. Ну-ка, откатывается. Ну, ничего себе. Еще так легко идет. Ну, что, пойдем смотреть, что у нас тут. Ну, вот видно, вот она, влага здесь стоит. Для того, чтобы она уходила в вот это место. Но оно почему-то получается сделано выше, чем все остальное. То есть, вот видно, да, друзья, что посередине сухо. Там нет воды. А везде есть вода. И она, соответственно, испаряется обычным способом. Так. Здесь мы видим кладовки просто за решеткой. Мы видим то, что вот здесь влага течет. Она прямо через вот эту дверь. Тут закрыто. Вход по магнитным ключам. Да, конечно. Печально, что влага, получается, сюда затекает. Ну, и, соответственно, нужно класть какие-то поддоны в избежание того, что ваши вещи могут быть испорченными. Ну, тут тоже мы видим высоковольтный провод висит. Что-то должно было, что-то он должен был запитывать. Но в итоге ничего не запитывает. Просто так висит, отдыхает. Наверное, согласно проекту. Да, здесь мы видим ограничитель. Обмотали малярным скотчем. Так все и оставили. Тоже, наверное, по проекту. А еще один приямок, друзья. Ну, тут уже понятно, что крыши у нас нет. Все сделано по проекту. Тут, полагаю, тоже кладовки. И вот, смотрите, видите, сухое пятно. Вот эта ливневочка. Все в воде. Здесь сухо. Ливневка чем-то забита. О! Тут у нас открыто. Сразу обращаю ваше внимание, что вот прямо через дверь, через этот порожек, проходит водичка. О, как здесь тепло. Попадает она частично в самое низкое место, где расположен погружной насос. Есть датчики. Ну, видно, будет чуть больше. Он начнет работать, по крайней мере, я на это надеюсь. И вот это уже ваш подвал. Здесь мы сразу видим, что окна от КБЕ смонтированы на пластины. Отделки вообще никакой нет. И вот, видите, вот здесь специальные такие, когда их монтируют, ставят. Забыл, как называется. Вот клиния-клиния ставят. Потом их должны вытаскивать и подпенивать. Но этого здесь не сделано. Соответственно, здесь будет теплопотеря, в основном, через вот это место. СКЦ-камень. Видите, насос подключен. 220 вольт. Сразу в разрешенную группу. Вот как выглядят ваши кладовки. Слушайте, я такое ощущение, друзья, что в тюрьму попал. Здесь слева, справа, везде клетки. Естественно, каждый здесь будет делать то, что ему надо. Но из плюсов. Никаких здесь нет коммуникаций. Ни сверху, ни сбоку, ни с какой-либо другой стороны. И это, конечно же, большой плюс. Вот это у вас кладовки. А сверху у вас трубы. Что-то длинное уже пралиматично затащить, потому что вот всю высоту забирают трубы. Не дай бог, если она прорвет, то все ваши вещи затопит. Вот я к чему это веду. Здесь у нас интересное место. Это вот стык двух секций. Здесь мы видим утеплитель, который почему-то застройщик решил не зачеканивать. И вот смотрим здесь еще какой-то момент. Что-то они здесь накидали. Вот он бетон. Смотрите, какая разница, как это все поднаплывало. И вот мы видим арматуру. То есть сюда не попал бетон, и они должны были это все зачеканить, хотя бы сделать одинаково. Но решили этого не делать. Наверное, так у застройщиков в проекте. Вот она, голая арматура. То, что вообще запрещено нормативом. Ну, кому-то разрешено. Вот появился свет. И обратите внимание, друзья, как классно здесь сделано застройщиком. То есть получается, вот где сухо, здесь вообще влаги не бывает, она попадает сюда. Заходит сюда. Здесь видно, что все в грязи, и все забито. Естественно, это надо чистить и обращаться по гарантии через управляющую компанию к застройщику. А вот здесь мы видим ржавчину. Это торчит арматура, как я полагаю. Молодцы. Напротив данного дома мы видим, как возводят фасадные стены. Вот они как раз, о чем я говорил в начале видео, из газоблока. Касок нет, страховки нет. Жизни 12, наверное, как у кошек. А вот, друзья, и детский трехэтажный садик. У каждой группы свои, хотим назвать, будки, терраски с крышей. Вот, знаете, так идешь, по правой стороне елочки. Если бы они шли бы вот так в ряд, а не почему-то вот здесь их не хватает какого-то промежутка, если бы вот здесь была бы красивая трава и деревца, то смотрелось бы все намного красивее. Так, кстати, если не ошибаюсь, в рендерах нарисовано, но, к сожалению, веселые картинки застройщика, очень далеки почему-то от реальности. Но нужно, конечно, отдать должное застройщику, что сам фасад сделан неплохо, аккуратненько и нормально, красиво смотрится остекление лоджий в доме. Смотрю, друзья, на фасад, вот видите, он одного цвета, поднимаем камеру чуть выше, и он другого. И, вы знаете, мне вот это непонятно. То ли это влага с кровли, то ли это так застройщик неравномерно окрасил. Пишите в комментариях, как считаете вы. Здесь проходит трамвай, и чтобы жители, любого города не выходили туда, здесь вот все в колючей проволоке. Не знаю, это трамвайщики установили, либо, возможно, осталось от застройщика. Такая красота. Выходишь такой из своего дома, и идешь по асфальту, где деревья, деревьев нет. Ну, спасибо, хотя бы, что есть трава. Фасад. Вот он такого одного цвета, камеру пускаем вниз, и вот видим, вот такую темную, как там сверху. и вот это чувствуется она вся влажная, друзья, она вся влажная, это влага, то есть получается, что влага у нас попадает куда? В фасад. Там находится утеплитель, утеплитель мокнет, приходит в негодность. Почему это происходит? Вот он отлив, есть уклон, нормальный, то есть вода будет стекать, но здесь замазали все герметиком, движение воздуха нет, вообще, когда делают вот такой фасад, называют технологией мокрого фасада, он, видите, уже начинает бухтеть. Плиты предназначены для малоэтажного строительства до четырех этажей, а также для стен, не подвергающихся внешним воздействиям, например, застекленные лоджии, балконы, лестничные клетки. Важно проводить работы по утеплению при плюсовой температуре от плюс пяти до плюс двадцати пяти градусов по Цельсию. Пыль и загрязнение необходимо удалить. Стена должна быть сухой и ровной, допускаются мелкие неровности в пределах одного сантиметра. Во время монтажа и высыхания все слои системы должны быть защищены от воздействия осадков, ветра и прямых солнечных лучей. Закрепите и соедините между собой цокольные профили. Плиты Rockwool Rockfasad монтируются маркировкой наружу. Первый ряд устанавливаем на цокольный профиль. Монтаж каменной ваты на цокольных участках необходимо начинать на расстоянии не менее шестидесяти сантиметров от земли или от мостки ввиду опасности намокания из-за миграции влаги из грунта или в результате осадков. Стандартная схема дюбелирования по пять штук на квадратный метр. Крепление по углам и в центре. Соответственно там должна быть специальная планка перфорируемая. Если есть влага, то она уходит и должно быть какое-то расстояние от отлива. Здесь его нет и почему-то так все делают застройщики. Я не понимаю почему. Вот так нарушая технологии обратите внимание вот это все вежевидно. То есть это вот здесь проблема потом вот это местами почему-то проблема. То есть где-то через штукатурку значит проходит влага. А здесь обратите в подъезде можно помыть руки лапки животному взять уголь и наличник и дверей. Хоть дверь закрыта. 26 корпус 3 строение 1 парадной 4. Так справочно. Зато впереди видим ленту куда можно ходить за покупками пешком. Из нюансов вот скажем такая пешеходная зона здесь зеленая зона. Все понятно есть какое-то разграничение идем-идем-идем-идем здесь тоже пешеходная зона для того чтобы нам пройти вот туда дальше и идти в сторону парковки в сторону ленты прохода нет. И обратите внимание что здесь я полагаю уже не только жильцы а также и строители вытоптали весь газон. По нормальному застройщику нужно здесь сделать брусчатку хотя бы положить наверное будет проще для того чтобы люди не вытаптывали зеленые насаждения. Трамвайчик. Из нюансов конечно здесь друзья что вроде знаете в августе сдали жилой комплекс но здесь никто ничего не открывается из коммерции а почему потому что здесь нет людей люди вот только только начинают что-то здесь делать и вот так сможешь даже я наверное погорячился что сказал 10% здесь дай бог 1% заселился и живет а что смотришь где-то в одном доме одно окно светится в другом то есть ну как-то очень-очень здесь мало людей поэтому понятно здесь ни в магазинов ничего нет очень неудобно когда например тебе нужен хлеб или молоко ты или утром там яичницу захотел поесть у тебя куриных яиц нет и тебе придется бежать в ленту либо заказывать доставку на дом и соответственно ждать либо голодным ехать на работу вот такой есть нюансик из нюансов друзья вот эта дорога это въезд и выезд пока что единственный в этот жилой комплекс вот он проспект Буденова Лента Санкт-Петербургское шоссе и понятно что когда заселится 20-30% жильцов пробка будет начинаться отсюда потому что если вы куда-то хотите выехать например вам нужно направо в сторону проспекта Ветеранов то там огромное количество машин выезжает жилого комплекса Солнечный город через ЛЭП парадный ансамбль от Сэтл Групп а вот он соответственно и Любоград от КВС которые разделены линия электропередач и никто их никогда друзья не уберет по крайней мере в ближайшие там 10-20 лет и когда вот это все тоже сдадут заселятся будет огромнейший массив я даже не знаю как вы отсюда будете заезжать и выезжать потому что в Любограде пока что один выезд но когда знаете живет вас 100 человек это одна ситуация дорожная а когда у вас будет жить 2000 человек или 1000 это будет другая дальше вот там должен быть выезд ну не знаю когда это все произойдет возможно когда они все достроят поэтому когда вы выбираете недвижимость нужно смотреть на большое количество разных параметров и все это учитывать а для каждого дела есть свой специалист если вы не специалист недвижимости нужно обратиться друзья к специалисту которые вам помогут решить ваши вопросы и ответят на все честно здесь когда смотришь на газон сразу видно где ходят люди где ходят строители видите здесь хотя бы деревянный настил постелили а здесь вот так прямо по грязи все топают потому что когда ты делаешь озеленение нужно какие-то диагональные разрезы сделать где будет удобно ходить людям ну и почему-то здесь не проектировщик не сам застройщик об этом не подумали и люди месят грязь а смотрю вот здесь друзья на фасад и обратите внимание тоже вот эти мокрые пятна и честно меня это расстраивает очень расстраивает потому что фасад сделать переделать это дорогое удовольствие очень дорогое вот у меня я здесь походил по комплексу друзья сложились впечатления что знаете его вроде сдали но при этом не достроили нет больших цифр у входных групп я не понимаю где какой подъезд находится то есть знаешь когда ты здесь живешь то тебе понятно если кто-то куда-то к тебе приезжает в гости тебе нужно долго объяснять что иди туда иди налево иди направо вот видишь там столбик вот там мужчина собакой гуляет вот туда подходи я сейчас выйду то есть конечно это не очень удобно также мне огорчает что здесь до сих пор нет коммерции хотя сдали еще в августе ключи уже давно застройщик передает ну вот смотрите вот по окнам здесь видно что вот раз окно горит свет два окно все больше нет остальных где свет горит это как раз лестничные марши все то есть здесь он очень очень мало заселен из плюсов конечно это же коммерция это лента это леруа и это мебельный салон из минусов ездит трамвай прямо под твоими окнами а это будет постоянный шум и дискомфорт в бюджет этой новостройки есть аналоги поэтому нужно внимательно все изучать и смотреть через дорогу от жилого комплекса Любоград расположен огромнейший массив жилого комплекса Солнечный город и Солнечный город резиденции и стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке от 5 миллионов 900 тысяч рублей в парадном ансамбле однокомнатная квартира от застройщика уже обойдется от 5 с половиной миллионов рублей и эта квартира друзья на первом этаже когда вы выбираете квартиру в новостройке не нужно надеяться и верить пустым словам застройщиков а нужно воспринимать действительность смотреть сданные объекты от застройщика и верить и доверять документам нет документа на школу значит школы не будет а если будет то пусть покажут нужна помощь с покупкой либо продажей квартир обращайтесь позвоните или напишите в моей соцсети они в описании к этому видео друзья рад был вас всех видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи до скорой встречи до скорой встречи на маршем Субтитры сделал DimaTorzok